Добрый день. Я хотел, Диане Апостоле, 8 главу прочитать по поводу Эфиопска Евнуха. И давайте сперва помолимся. Отче, мы перед Тобою в нужде Твоего любви, милости и благословления. Дай нам Дух мудрости, чтобы на самом деле мы сможем понять Слово, которое Ты дал нам. И чтобы мы сможем понять тот человек из Эфиопии, который пришел к Тебе. И пусть, Отче, Ты дашь нам разумнение, чтобы мы нашли бы Себя в этом человеке. Отче, пребудь с нами во имя Иисуса. Аминь. Давайте тогда прочитаем Диане Апостоле, 8 главу, начиная от 26 до конца. Иоанн Япостол, 8 глава, начиная от 26 до конца. Так, кто-то почитает. Ну, давайте тогда уж почитаем, давайте я почитаю. Итак, а Филиппу ангел Господень сказал. «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. «И вот муж, Ефиоплянин, Евнох, вельможа Кондакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, прижавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Док сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице». Филипп подошел и, услышав, читаясь к Исаию, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. «А место из Писания, которое он читал, было сидя, как овца, виден был он на заклании, и как агнец, перед стригущим его безгласен. Так он не отверзает уст твоих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснился? Ибо землица от земли жизнь его». «Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп, отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Затем, повзаясь, они приехали к воде. И Евнух сказал «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа воскитил ангел Господень. Евнух уже не видел его и продолжал путь радуй. А Филипп оказался в Азоте и, проходя благовество всем городам, пока пришел к Кесарию». Спасибо. Вы знаете, что сперва евраи приняли крещение, и были только евраиков верующими. Хотя это было видно намерение Божие, намерение Иисуса, чтобы язычников тоже подошли к этому. Но это было очень сложно для этих еврейских братьев это принимать. Они думали, что да нет, можно креститься только евраям. А Господь очень мягкий, как-то потихонечку ввел свой народ к лучшему, высшему пониманию. И тот случай с этим человеком из Эфиопии, это как Бог потихонечку ввел Филиппу. «Стан и иди на поле на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». То есть пустыня. Это, конечно, очень странно. Хотим проповедовать, так как и Филипп, а Бог ему сказал, это полген, то есть солнце полно, иди на пустыню. Он встал и пошел. И с нами тоже. Мы являемся в рабе Иисусе. И я каждый день ему скажу, и Богу тоже скажу, что я твой раб. Я на твоем расположении. Что тебе угодно, я это делаю. И он сказал, да, сразу. Это то, что мы ожидаем от детей. Скажи, да, и делай сразу. Ну, хорошо, встань и иди на полген. И, конечно, ушел и покрестил тот язычник, поскольку я понимаю. Это эфиоплианин, евнух. И интересно, что тоже на полген Иисус через ангел как-то явился к Петру и сказал ему, идите на Кезаре, покрестите, там язычник. И можно понять, что то, что случилось с Филиппом и то, что случилось с Петром, как-то в параллелье. Он тоже встал и пошел, хотя он немножко, ну, Петр в смысле, встал и пошел. Так и написано, как Кезаре. Хотя не без каких-то аргументов с Господом, что, ну, я не хочу это, ну, язычник, подойти к нему. Ну, хорошо, он это понял и пришел. И Филипп быстрее понял и делал все. Поэтому тоже Петр, до того, что он был в Кезаре и покрестил Корнелию, он был в некоторых городах в юге, около Кезаре, и встречал там верующими. В этом районе жили, ну, пол-еврей. Люди, которые, либо язычников, как это Табифа, который он исцелял, видимо, что он пополовину. Тех, которые считали, да нет, крещение только для евреев. А что, если человек пол-еврейка, ну, что с ними, можно или нет? То есть, Бог вел ему. И видите, сороковой стих Филипп оказался сразу в Азоте. Это Аштод, где раньше фалестимляне жили. То есть, опять, смешан, это не полный еврей. И благовествовал всем городам, пока пришел в Кезарию. Петр вел тот же самый путь. Он благовествовал эти города на юге от Кезарию. И потом пошел в Кезарию и покрестил Корнелию. И так Бог вел этих людей, Петр и Филипп, как-то в параллели. В одном и том же вывод, что надо крестить язычников. Если был бы я, я им сказал бы, ну, ребят, это разве непонятно, что язычников полны, могли бы принять крещение. В чем вопрос? Но он очень терпеливый с ними. И Бог ведет, я видел, братья, сестры в совсем разном местах. Вел им к одной и той же выводе по поводу некоторых моментов. И он действует в нашей жизни, безусловно. Хорошо, то он встал и пошел в 27 стих. И вот муж, эфиоплянин Евнух, вел мужа Кандаки, царицы Эфиопской, хранител всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророки Иссею. Он пришел к Иерусалиме, потому что он хотел принять, я понимаю, Бога Израильева. А что он начал бы там? Евраи, еврейские лидерства ему приняли или нет? Нет. Он пришел бы в храм. Я хочу присоединяться к вам. Он черный. Он язычник. Тем более Евнух. Тем более Евнух. Интересно прочитать еврейские правила по поводу Евнухами. Они, то есть, не библейские. Но они сказали, что да нет, если человек Евнух, то это нельзя. Это нельзя. Потому что в законе Моисеева написано, что если мужчина как-то без мужских органов, то он не может быть в завете с Богом. Тем более, тем более, читая, как они делали человек Евнухом. Это, конечно, немножко неудобно об этом говорить. Но, короче, он остался бы без пениса. И в этом случае обрезание для него нельзя. И вот Евраи сразу кричали, а если у человека нет обрезания, потому что пениса нет, то обязательно он не может быть в завете. Потому что так написано, что все потомки Аврамова должны быть обрезаны. А если он без пениса из-за того, что он Евнухом, то это нельзя. До свидания. Он не смотрел на то, что тот человек богат. И он стал Евнухом, видимо, потому что из царицы Эфиопской, он был как-то направлен рукой тот женщину, тот королеву. И поэтому, да, они делали так. Делали такие люди Евнухами, чтобы они не трогали бы королеву. Тем более хранителем всех сокровищ ее. То есть, он был очень мощный человек. Кроме того, что он Евнухом. Итак, он вроде покупал какой-то книг, документы и бумаги, где пророк Иссею. И вот он прочитал. Все его богатства не помог. Он пришел в Иерусалиме, и они, видимо, ему не приняли. И он читал. Он сказал Филиппу, как могу разумеет, если кто, не наставить меня. И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклане, и как огнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. По уничижению его суд его совершился, но род его, кто разъяснит. Значит, у этого человека, и мы знаем, что это Иисус, не было детей. Род его, кто разъяснит. Ибо вземлется от земли жизни его. Я внук же сказал Филиппу, прошу тебе сказать, о ком пророк говорит это? О Сибири или о ком другом? То есть он прочитал Исайя 53 главу. Мы знаем, что это пророчество об Иисусе. И он нашел кое-что общее между тот человеком и себе. потому что у него тоже детей нет. Если кто, но род его, кто разъяснит, значит, у меня тоже родственники дальше не будут. В уничижении его тот человек как-то смирился из-за Еврая. И он читал, как овца введен был, он на заклане, и как огнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. Тот эфиоприанин это прочитал и понял, что тот овца, тот огнец как-то в уничижении. Он как-то смирился перед стригущими, что он вообще безгласен, он готов все, ты хочешь мне стригнуть, ты хочешь меня убить, закланить, ну хорошо. Я вообще уничижен, я вообще смирился до таком степени, что ну ладно, ты делай со мной то, что ты хочешь. И тот эфиоприанин так и чувствовал. потому что еврей, эти фарисеи и так далее задали бы ему вопрос, а ты обрезан? У меня пениса нет. Я евнух. И вроде он даже это не сказал, он просто, как написано, он не отверзает уст своих. Ты еврей? Нет, я черный, я негр, я африканец. Ты, видимо, нет, не наш, не наш человек. И он до рода не отвечал на такие вопросы, зная прекрасно, ты обрезан? Нет. И не могу даже. Ну, надо принять обрезание. Если хочешь стать членом народа Божьего, если хочешь участвовать на завете, ну, я не могу. и вроде он не объяснил, почему он просто не открыл уст своих. Значит, он читал об Иисусе на кресте и нашел кое-что общего между Иисусом на кресте и его опыта. Конечно, он желал сильно, если можно как-то быть в заветном отношении с Богом, но кажется, нельзя. А что я сейчас читаю какой-то человек, который тоже был уничижен, у кого тоже не было детей, вроде его, кто разъяснил, который на руках евроем тоже страдал. Здесь он не цитировал, но весь главу. Мы знаем, что весь главу Иисайя 53 это все о распятии Иисусе. Но он только некоторых моментов цитировал и задал вопросы, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом. Мы тоже рассматриваем распятие Иисусе, мы тоже думаем о некоторых моментах, наверное, не полный его опыт, но некоторых моментов очень для нас строгатель. И мы понимаем, что да, есть связи между мною и Иисусом. Поэтому неудивительно, что когда он заметил воду, он сказал, что препятствует мне креститься. Он хотел идентифицироваться с человеком Иисусом. Он понял, что мне надо умереть с ним и воскреснуть с ним. Я очень хочу это делать. Почему? Потому что он видел, что он точно вполне мой представитель. Из-за этого понятно, что человечество Иисусе, факт того, что у него была наша человеческая природа, вообще очень сильна, потому что мы хотим как-то присоединяться с ним. Его человечество это какое-то приглашение ко мне как человек, что я тоже хочу с ним присоединяться. Если он был Богом, но я не Бог, я человек, мне надо человек, с кем я могу как-то присоединяться. Поэтому видите, в практическом плане, как это привлекательно и очень сильно понять истину о природе Иисусе, его человечество, баха. Факт того, что он был уничижен пред людьми до таком степени, что он даже не отверзает уст своих, это какое-то приглашение ко мне, чтобы я могу с ним быть. И крещение это начало, это показывает, что да, я это понимаю, я хочу умереть и жить с ним. И факт того, что религии, даже народ Божий, храм Божий, всякие структуры в религии его не приняли, но это ни при чем, это ни при чем, ладно, они мне не приняли, ну хорошо, не приняли, а я хочу с ним, и вау, я могу. И поэтому Филипп сказал, если веру от всего сердца, можно? А что препятствует мне креститься, он сказал в 36-м, он был, наверное, неделю или точно несколько дней там в Иерусалиме и нашел только препятствия, только препятствия, только барьеры. Ты еврой? Нет. Ты язычник? Ага. Надо тогда признание принять. Не могу евроху. Препятствия, препятствия, барьеры. Это то, что очень многие найдут в религии. И личное отношение с Иисусом это совсем другой вопрос. Столько людей уходит от веры, говоря, что я как-то разочарован церкви. Но тот эфиоплянин точно разочарован абсолютно вполне. Это нет, нет, нет. Препятствия за препятствием. Но он понял, что здесь препятствия не должен присоединяться с этим человеком, с этим Иисусом, о том, что он сейчас понял из Исаия 53 главу, что препятствует мне креститься. И Филипп уже сказал ему, что можно. И тогда ему крестил. Вот. И сразу, когда же он вышел из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, Филиппа воскритил ангел Господень и Евнух уже не видел его. И продолжал путь радуясь один. Один. Церковь не было в Эфиопии. Есть исторические доказательства, что скоро всего начинался это на основании этого человека. И он продолжал путь радуясь с таком радостном, что Иисус мне принял. Препятствий у него нет. После этого страшного разочарования с церковью, можно сказать, в Иерусалиме, он сейчас нашел Иисуса. И так, не надо разочароваться в опыт с людьми. Человек есть человек. И да, тем более, когда человек собирается в обществе как группа, как церковь, как религия, всегда всякие препятствия. Ты не сможешь это, ты не сможешь это, нет, есть правила, есть закон, нет, ты не сможешь. Ну, Но он нашел Иисус на личном масштабе, и Филипп даже не шел с ним дальше, просто исчез. И он шел один дальше с таком радостном. И на самом деле тот человек является какой-то прообразом каждый из нас. И Иисус предсказал, что Евангелие должен распространяться из Иерусалима, Самарии, и потом на самом крае земли. Тот случилось в 26 стихе на дорогу, идущую из Иерусалима. Из Иерусалима. Итак, вот они Евангелие точно из Иерусалима вышел, и сперва в этом главе Диане Апостол 8 главу мы прочитали насчет Самарии, что самаритянин приняли Евангелие. А сейчас мы читаем, как человек из самом края земли принял Евангелие. Это чудесно, абсолютно чудесно. И всегда так, что Господь действует с людьми на индивидуальном масштабе. И не позволяйте, пожалуйста, никакого человека, никакого религии, никакого группа, никакого права человека стать препятствием между тобой и Иисусом. Что препятствует мне? Креститься ничего можно. Итак, мы тоже ходим с Иисусом один, так как он с радостью, абсолютно с радостью. и хотя он один, это не стало важно. У них не были связи, не было интернета, он там был в Эфиопии один сперва. А, как я сказал, тот один человек стал, скоро всего, какой-то церковь там в Эфиопии. ну ладно, это какие-то мышления для вас. И тем более во время преломления хлеба мы присоединяемся вот с Иисусом. Мы показываем, что да, я на связи, я в отношении, личном отношении с тобой Иисусом. Иисусом.